Магомед, второй сбор подходит к концу. Как себя чувствуете? Чувствуем великолепно. Очень хорошие тренировки. Нагружает как бы относительно хорошо, но и организм себя чувствует хорошо. Уже почти три недели позади. Можно ли уже что-то сказать о тренировках Сергея Богдановича? Какие они, на что похожи? Чего в них много? После поражения возьмите у него интернет. Тренировочный процесс. Индивидуально, как у каждого тренера. Есть и физическая и техническая работа, но больше всего мне нравится то, что мы работаем с мячом. Очень много. Какие упражнения в этом смысле превалируют? Чего больше всего? Защитники занимаются индивидуально. Тактика в обороне, атакующие и полузащитники занимаются в атаке, выход обороны. Очень все как надо. Вы единственный игрок, который провел все 90 минут в матче с Динамо. О чем это говорит? О том, что вы физически сейчас лучше всех готовы или просто так вот случилось? Я думаю, что это решение тренерского штаба. Сказали, я играю. Сказали бы, надо отдохнуть, отдохну бы. Поэтому я для себя ничего не отбираю от этого. Самое главное для себя я чувствую хорошо. Но с точки зрения кондиции, там на 80-е, на 85-е было уже тяжело или кондиция уже набрана и все в порядке? Нет, я тебя, как ни странно, чувствовал очень хорошо. И 80-е, и 90-е, как бы организм работал. Тяжело было после первого тайма, первые 10 минут обратно входить, а потом отпустило и стало намного легче. С точки зрения игры, в чем Зениту нужно прибавить, если смотреть на матч с Динамо? Я думаю, что тренерский штаб нам скажет, в чем надо прибавлять. Потому что когда выиграешь 5-0 и хоть и товарищеская игра, но ты все равно чувствуешь, что как будто все можешь. Поэтому я думаю, что вот в этом задача тренерского штаба нам подсказать. И они уже подсказали, что надо изменить, что надо сделать. Болельщики обычно делятся на две группы. Те, кто считают, что товарищеские матчи вообще ничего не значат, и те, кто говорят, что надо выигрывать абсолютно все. Вот этот результат, 5-0, он не расслабит команду, как вы думаете? Нет, наоборот, прибавить уверенность каждому игроку, который сыграл. Потому что это очень важно, на сборах побеждать. Любая товарищеская игра, она вне зависимости от любой команды, она очень важна. Потому что каждый игрок хочет показать себя и работает на все 100%. Не секрет, что сборы — это не просто с психологической точки зрения. Потому что каждый день вы видите одних и тех же людей, каждый день один и тот же примерно распорядок. Как не сойти с ума в такой ситуации? Я думаю, что у нас оптимальное количество дней на сборах. Поэтому и ты не успеваешь. Надо ездить друг к другу. Да, раньше была катастрофа, когда по 17-18 дней ездили на сборы. А сейчас 10-12 дней — это, я думаю, оптимальное решение. Для каждого игрока это очень хорошо. Не успеваешь набраться хороших кондиций и также не устать от друг от друга. Аргентинские футболисты «Зенита» в свободное тренировок время делают из листов бумаги лунки и играют в коридоре в гольф. Чем вы занимаетесь в свободное время? Слушаю их крики. Когда они играют, они играют возле моего номера, ну на нашем этаже. Выхожу, иногда смотрю. Интересно, чем они там занимаются. А я в свободное время восстанавливаюсь. И так же, как и они. Просто они играют вечером в свободное время. Книги какие-то, фильмы что-то с собой взяли? С собой не беру. Если читать, то уже в электронном виде. Потому что тяжело всегда с собой все таскать. Раньше бывал, отыскал с собой, а сейчас уже или фильм посмотрел, или на сборах не так много времени, честно сказать, что-то читать или смотреть. Хочется выспаться, отдохнуть перед вторыми тренировками. Потому что реально тяжелые тренировки. И всегда хочешь хорошо подготовиться к следующей тренировке. В команде всегда неизбежно есть какое-то деление на группы. Все общаются по интересам. С кем сейчас вы больше всего проводите время, когда нет тренировок? О, я живу один. Сам собой. А так, общаясь со всеми, с иностранцами и с русскоязычными, нет вообще проблем в этом. Я думаю, что коллектив потихоньку становится лучше тем, что было раньше. Потому что это заметно. Как общаются игроки, как находят общий язык. Это очень важный момент. Чемпионат мира почти закончился. Для сборной России он завершился, к сожалению, в четвертьфинале. Сильно ли вы переживали за нашу сборную? Честно сказать, очень сильно переживал. Как бы болел. Так же, как и каждый россиянин. Переживает за свою страну, сборную. Показали фантастический результат для нашей страны. Вот и мяч прилетел. И поэтому я думаю, что для нас было большое событие. Для всей страны. Но хотелось большего. Каждый раз, всегда, когда уходишь все выше и выше, хочется добраться дальше. Но я думаю, что они герои для нашей страны. Сделали огромный шаг вперед. Будет ли туннель для сборников? Как вы думаете, когда они вернутся? Туннель? Я думаю, будет. Ну, надо им устроить туннель. Последний вопрос. Сегодня первый полуфинал, завтра второй. Кто выиграет и за кого вы болеете? О! Не сказать, что я за кого-то болею. За тех, за кого болел. Они, увы, вылетели. Но вылетели с достоинством. И скоро они присоединятся к нам. А так, ну, симпатизирует игра Франции. Я думаю, что посмотрим. Будем смотреть и радоваться игре.